Великая страна и великий народ 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 Без того понимания, кем мы были, кем мы являемся, мы не сможем построить будущего. Для меня русская культура во многом началась от осознания того, что моя родина, наверное, нечто большее, чем просто слово «Россия». Это место, та страна, за которую боролись мои предки, сражались потом и кровью. Но строили ее для нас с вами. Нужно изучать нашу богатейшую культуру. Это и сам русский язык, это и русская литература, это воинские традиции, это ремесла, это даже традиционная одежда. И хорошо, если в досуге молодежи будет место традиционному времяпрепровождению. Потому что наши традиции, наша культура – это наша опора. Сейчас век информации, когда мы живем в информационном гетто, очень тяжело разобраться, что правильно, а что неправильно. Очень много существует информационных моделей, которые специально искажают сознание молодежи. Опыт предков, обычаи, традиции, та укладность, общинность, которая была свойственна нам еще совсем недавно, порядка где-то там ста лет назад, или больше, является основой нашего нормального существования, основой нашего будущего. И именно там нужно искать силы. Для нас главная задача состоит именно, чтобы общаться на языке молодежи и достучаться до нее именно с точки зрения массовости. Чтобы сформулировать для них досуг, альтернативный, деструктивному. Это обязательно здоровый образ жизни. Отказ от алкоголя, от табака, от вредных привычек. В том числе, это правильное питание, отказаться от заграничных газировок и так далее и тому подобное. Естественно, это воинские традиции. Это владение казачьей шашкой. Развивает сноровку, ловкость, силу, какую-то романтику придает. Это кулачные бои. Обязательно мужчина должен быть воином, защитником. Защитником своей чести, защитником своей любви, защитником своего рода, своей семьи. И через игры привлечь людей к обычаям. Например, к тому, чтобы у нее уже одевали национальное платье. К тому, чтобы они проводили досуг, истинно по-русски. К тому, чтобы они какие-то осваивали, может быть, декоративные ремесла. Умели сами сплести себе пояс, куколку и так далее. В итоге, приходя к тому сакральному и глубокому, что было в нашей культуре и в нашем народе всегда. К тому огромному духу, духу-победителю, духу-защитнику. К той нравственности, к той моральности. Ведь действительно построена огромная, многонациональная, многоконфессиональная страна. С беспрецедентной дружбой народов. С многообразием культур. И эти культуры объединяет именно русская цивилизация, русский стержень. Вы упомянули о кручении шашки, о владении шашкой. Расскажите поподробнее, как вы этому учились, что такое шашка здесь лежит. Она бутафорская или самая настоящая? Шашка на самом деле настоящая, но, конечно же, не заточенная для того, чтобы не пораниться, когда проводишь мероприятия с детьми, когда общаешься. Любой воин, когда владеет оружием, он на самом деле с ним очень срастается. Говорят, что даже клинок – это продолжение его души. Именно фланкировка, умение ей крутить, перебрасывать, оно просто показывает ту молодецкую удаль и ловкость, которая свойственна настоящему воину и тому, кто профессионально владеет оружием. Развитие координации, раз. То есть это физнагрузка. Это очень красиво. Для девушки это постановка стати. То есть это ровная спина. Обязательно это умение владеть своим телом. Потому что очень многие движения именно по постановке тела, по постановке корпуса, они взяты из русского окопашного боя. Также это идет, наверное, тренировка и обоих полушарий мозга, потому что ты крутишь обеими руками. Достаточно сложно с первого раза. Мы также привлекаем все-таки молодых людей и девушек, прежде всего, к такому ремеслу, как ткачество, например, либо роспись. Вот если говорить о ткачестве, мы начинаем, ну вот для себя пока избрали такой вид ткачества, как ткачество на дощечках. И девчонки сами у нас себе плетут пояса. Достаточно простой вариант качества. Берутся дощечки и на них нанизываются, в каждую дырочку продевается одна из ниточек. Вот, вы выбираете себе узор. Это нужно на одну дощечку? Вот, на одну дощечку заправляются четыре нитки. В зависимости от того, какой узор вы выберете, такие цвета и будут использоваться. Если мы берем, например, 14 дощечек, то у нас пояс будет не очень широкий. Вот такой вот пояс. Если мы берем 20 дощечек, вот здесь у меня 20. Вот, соответственно, у меня получается уже такой более толстый пояс. Самое сложное на самом деле просто заправить дощечки, а потом вы просто вперед-назад прокручиваете, и получается вот такая вот красивая вещь. Такой пояс можно при желании сплести, соткать за два дня. Всегда на Руси, если касаться вот вопроса традиционной одежды, всегда люди ходили подпоясанные. В быту дома носили и женщины, и мужчины тканые пояса всегда. Причем, если это был праздничный какой-то образ, то пояс мог быть толщиной 9-10 сантиметров. Если свадебный, там, наверное, до 12. Если какой-то обычный, будничный, то могли быть тонкие пояса. Где-то один-два раза оборачивались, и сантиметров 60 вот такие вот кисточки должны были свисать. Как девица без косы не могла ходить, если с распущенными волосами она могла, могли ее назвать распущенной, то неопоясанный человек его могли назвать распоясанным. То есть распоясался тут. Костюмы у вас тоже традиционные в русском стиле, но они не концерты, не яркие, они очень простые. То есть это лен. У нас большая страна, и в каждом регионе, и по определенным случаям, и для каждого возраста, и в исторический период, да, были свои костюмы, и они, конечно, отличаются. Здесь уже идет, в общем, стилизация народного кроя. Всегда использовались у нас натуральные ткани. Это лен, это крапива, шерсть. Ну, то есть все натурально у нас использовалось. Обычно девушка ходила в рубахе, в сарафане. Но, опять же, мы смотрим период и месторасположение того или иного региона. Никогда не были костюмы слишком яркими. Если мы, конечно, не берем в расчет девицу, которая только что вышла замуж. Там, конечно, было все очень ярко, красиво. Скажем так, до 19 века узор имел очень большое значение. И люди вкладывали в него большой смысл. То есть это могли быть какое-то обережное значение, сакральное значение, принадлежность к роду, сослою и так далее. Причем одни и те же узоры могли интерпретироваться по-разному в разных губерниях России. Вот, например, у меня рубаха, она сшита традиционным способом. Именно по традиционному лекалу. И узор у нее, например, вот этот, это пермский узор. Здесь солнце изображено и косой крест, движение вперед. Еще один вид творчества, ремесла, который мы возрождаем, это традиционная роспись. Но дело в том, что Россия у нас страна огромная. И она просто испещрена ленточками рек. И, наверное, к каждой реке относится определенная роспись. И человек, ну, среднестатистически, он назовет, наверное, 3-4 вида росписи. Это хохлома, кжель, городецкая. А на самом деле их намного больше. И вот одна из таких видов росписи, это мезинская роспись, это северная роспись. И, как оказалось, этой росписью увлекались в основном мужчины. Но об этом мы узнали, когда нам уже она понравилась, мы стали ее осваивать. Эта роспись относится к графическим видам росписи. Она читаемая. То есть здесь мы можем с вами видеть, например, орнаменты воды. Вот здесь изображено небо с водой, то есть тучи с дождем. Горки. Здесь поля изображены. Любая традиционная роспись, какую бы мы ни взяли, она очень плаванная. Она носит такой хороводный характер. То есть она завораживает. Но при этом она яркая, но она не совсем оляпистая. Как один мастер сказал, традиционная роспись, она не собака, чтобы в глаза бросаться. Поэтому здесь нужно очень четко соблюдать пропорции. Что касается мезинской росписи, то красного цвета обычно традиционно было больше. А черным цветом, уже более тонким, прорисовывались какие-то мелкие детали. Традиционно мезинской росписью расписывали прялки, либо какую-то кухонную утварь. Что касается прялок, все-таки в старину очень часто использовали какие-либо орнаменты для защиты. Если мы говорим о традиционной одежде, то очень часто, когда шилось какое-то платье или рубаха, то открытые места, ворот, например, манжеты или подол, они украшались какими-либо орнаментами, которые, как считалось, помогали от дурного сглаза, они оберегали. Если мы говорим о местах стыка, где шов шел, то он традиционно обрабатывался красной нитью, так как красная нить также считалась, несет такое обереговое значение. А сама ткань, она уже считалась, что она уже не пропускает никакие злые какие-то моменты, потому что изначально росписью обережной украшались все элементы, с помощью которых эта ткань изготавливалась. То есть это и прялка, это и веретено, это и какой-то вот уточек вот такой вот. На все это обычно наносились какие-то обережные символы. То же самое касается и мезинской росписи, потому что мезенью обычно украшали прялки. Мы немножечко осовремениваем, и мы вот сейчас проводим мастер-классы и расписываем, например, вот рамочки для фотографии. Можно вот расписать, прийти на мастер-класс, расписать подставку под горячей. Наверное, правильнее, когда традиционная культура, она сопровождает человека по жизни. В музыке, которую он слушает, в элементах одежды, которую он носит. Что касается сейчас, вот меня радует, что девушки стали ходить в длинных платьях, что стали чаще заплетать косы, стали отращивать волосы, да, а не стричь их и красить. Это очень здорово. Русская культура действительно настолько многогранна и глубока, что ее нужно изучать на протяжении всей жизни. Ну и главное, наверное, этим жить. Спасибо большое, что вы устроили вот такой маленький, короткий экскурс немножко вот в русскую культуру. О том, чем живут другие народы многонациональной Самары, мы узнаем в следующих передачах. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Ждем у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова